Так, давайте не этот. Давайте расскажем нашим этим любимым этим интернет-зрителям. Что такое? Дай я понюхаю. Так, расскажи нам, дядюшка Игорь, что это такое? Это что, ликер? Да какой это Джек Дэниелс? Джек Дэниелс разве белого цвета? Я белый. Да не, какой белый. Расскажи, что здесь такое? Ну, я риса мне и расскажу. Ну, пожалуйста, я хочу повторить потом этот рецепт на даче. Ну, это молоко и... Какое молоко? Объясню, белое молоко. Сгущённое молоко? Не, не, белое. Да не, ну серьезно. Домашнее молоко. Да не, ну... Так, я выгорел сам гущёнку из домашнего молока. Да не, ну правду расскажи. Я правду говорю. Ты ж купил сгущёнку недавно. Так я её выпил. Ладно, не, ну давай уже серьезно. Не буду говорить правду. Давайте вы попробуете и всё. А ты потом поделишься, что там такое? Ну, давай, ну... Не хватай туда кокосового масла. А ты что свои пообещал этот... А у меня есть кокосовое масло. У меня есть дома кокосовое масло. Я могу добавить кокосовое масло. Но я не пойду сейчас домой за кокосовым маслом. Не, ну короче... Короче, я сейчас прекращаю снимать, пока ты не расскажешь, что это за фигня. Как я могу пить то, чего не... Кстати, вот эта фигня, это что такое? Запобежник. Предохранитель на 63 ампира. А внутри что, песок? Песок и волосинка. Внутри? Внутри песка, да. А, я думал, песок перегорает. А, это чтобы оно не загорелось, что ли? В песке оно оплавливается. Оно тут напаяно на этих... Ну да. Секундочку. Сук, гадь. Не, да давай, ну нормально, скажи, ну что это в самом деле. Я такой фигни никогда... Ну что сказать. 70% чача, 70% градусов, 70 градусов чача. Так, чача... И гущенка. Ну делаешь один год дому. В смысле? Ну прямом. 50 грамм чачи, 50 грамм сгущенки? Да, ну у меня здесь 200 грамм гущенки и 300 грамм чачи. 200 грамм сгущенки и 300 грамм чачи. Ой, какой густой. Слушай, так это может, знаешь, есть такие ликеры такие дорогущие? Да, так это Бейлис. Бейлис. Так это сгущенка с чачей? Я больше не наливаю, потому что она очень убиваемая. Так, ну... Сгущенка с чачей. Я сам ее даже не пробовал. Как ты не пробовал? Я же не пью. Я просто делаю. А, ну я попробую. На запах пахнет чачей. Сгущенку я что-то запах не слышу. А на вкус? Я это долго надо перейти. Все по щебрюке. Офигеть! Бейлис или какие там еще есть? Кардиган или как там? Кардашьян. Шеридан. А, Шеридан. Сегодня ребята все не будут пробовать. Знаешь, только я скажу 300 гривен бутылочка. Офигеть! Вот это волшебство! Я никогда не знал, что можно чачу смешать с сгущенкой и такая вкуснотища. Даже в интернете не матку рецепта. Да? Я наливился. Офигеть! А ты будешь пробовать? Попробуй, Артем. Давайте еще. Ой, какая хорошая. Я пробовал еще вчера, когда еще не настойно было. Слушай, а у меня чача дома осталась. Вот пойти действительно что ли купить? А какая норма должна быть? Еще раз, Игорь, подписчики хотят знать. Сколько чего надо наливать? Один к одному. Один к одному чача. Один к одному это есть и так, чтобы... Ну... Бомба. Бомба? Охренеть, да? Только надо поменьше чачи, да, по-моему, или нет? Он тут один к одному, он смешал 300 на 200. Чем бы разбавить кем-то... Блядь, даже не знаю, это реально кокосовое масло. Не, один к одному это... Сильно густе. Сильно густе? Да, и чуть разбавить. Так, диви, если один к одному оно вообще было бы густе, это считай 300, это получается даже 60%. А, если бы один к одному вообще было бы густе. А, фиги, ты тоже будешь пробовать? Так, чуть-чуть. Да ты что, вот это бомба. А если бы туда еще какой-то... Чуть убыт запах. Надо было туда добавить вот это коньяка с шоколадным привкусом. Он был бы, как были с этим, с шоколадом. Ну? За. Все хорошие. Ну и как? Это ты что, в деревне... Беллиса не такой, гривен 70, рюмка стоит. Так это как? Подожди, чачи тебе сколько обошлась? Я знаю, как надо мешать, дивить. Как? Это мне неправильно пили. Надо было купить леда. Ну. И в лед наливаешь. О, точно, лед растаю, как раз бы разбавил. А, разбавить с водой. А сколько такая бутылка Беллиса тебе обошлась, выходит, себестоимость? Тут сколько, пол-литра? Сгущенка банки сколько стоит? 20 гривен или больше? Ну, 30. 30 гривен. И 30 чача, да? Не, ну... Чача тут же 200. А, тут 200 гривен. Отличного напитка для... 0,5. ...для любимых женщин. Офигеть. Не, ну, это Джек Дэниллс хороший очень напиток был. Ладно, вот это вот так... Хорошая штука. Наливай. Ах, подожди. Ну, конечно, день какой сегодня. Праздник, Артем, быстрее посмотри. Наливай мне... Ну, дай мне... Я чувствую, что оно, блин, надо лед. Согревает. А не надо лед, давай мне этот... Я еще со льдом буду. Кто же льдом разбавляет? Вот деда старого порадовали на радости. Такой фигней вкусной. Сладкая и крепкая она. Хотя я сладкого мне нельзя, но... Не, ну, конечно, я завтра буду варить эту кашку. Так. Знаете, из чего кашка? Кашка? Да. Спустой молочко будешь варить? Кашка и канапля. Ну, молочко у нас оно называется. А у вас кашка называется? День национальной гвардии Украины. Всемирный день больных эпилепсий. О! Так, стай. Всемирный день больных эпилепсий. Всем здоровья, всем выздороветь. Есть кашка на молоке. Да какая кашка? Ты шо это? Ты шо это? Прекращай свои штучки. Это у нас... А, ты ж молодой. Это у меня по молодости было. На следующей неделе будет новый коктейль. Ммм. Отлично. Ох, ёпт. Чача со сгущенкой всем рекомендую. Что это? Короче, такая тема. Берете вот этот чачу со сгущенкой и добавляете туда чуть-чуть этого, мак-кофе. Надо перемешать хорошо. Ох, ёпт. А как же перемешать его? Чем его перемешать? Ложечкой чайной. Да ну на. Карандашом, блядь. Резиновую часть. Так. А Бейлис он шо шоколадом был? Он точно такой вкус. Не знаю, с чего. Офигеть. Ммм. Вот и мак-кофе туда добавьте. Точно шо? Шоколадный привкус. Да, держи. Я не буду. Да попробуй. На. Такая слишком жидкая сделала. Не хочу, да? Вот, и туда еще можно этот, чуть-чуть мак-кофе для этого, чтобы оно не такое густое было добавить.